Многих, наверное, обнадежило вот это заявление по поводу НАТО. Заявление это сделал бывший генеральный секретарь НАТО, которого зовут, Господи, как же его зовут, Расмуссен, Андерфог Расмуссен заявил, что в рамках дискуссии о будущей гарантии безопасности для Украины, что отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск. И вы знаете, когда вот это заявление было сделано, то у меня сегодня множество раз спрашивали, а, то есть все, как бы сейчас, значит, будут введены войска НАТО на территорию Украины? Нет. Нет. Это заявление было неправильно понято. Ну, к сожалению, конечно же, в НАТО не решится вводить свои войска в Украину во время войны. Конечно, нет. Что имел в виду господин Расмуссен? Он имел в виду следующее, что когда закончится война, когда мы освободимся из нашей территории, или не освободим все территории, а еще они будут в процессе освобождения, но война закончится, то тогда, если Украину не возьмут официально в НАТО пока, то тогда отдельные страны НАТО могут ввести свои контингенты. Ну, как, если мы вступим в НАТО, то, естественно, здесь будут американские военные базы, британские, еще каких-то стран военные базы. Но даже если мы не вступим в НАТО, военные базы здесь могут быть? Здесь может быть военная база США, если мы еще не вступили в НАТО. Почему нет? Военная база США есть не только в странах НАТО. На Кубе есть военная база США. Вот об этом он говорил. Но все он говорил про после войны, к сожалению. Я это понял сразу. Я спешу вас расстроить. Но кроме меня это понял еще, например, естественно, потом уже, это же прокомментировал, я получил доказательства своих собственных мыслей. Наш министр на странах Белкулеба, он тоже сказал, что страны НАТО не будут вводить войска в Украину до завершения войны. Не надо нам самих себя напрасно обнадеживать и напрасно вводить в заблуждение. К сожалению, отвоевывать все территории придется нам самим без помощи войск НАТО. Но, но, в остальном-то они помогают, как могут. Вот сейчас, например, приятная новость пришла, что Украина и Нидерланды совместно давят на Испанию для поставки Украине батареи Patriot. То есть нам уже поставили три батареи. Две батареи поставлены. Третья, мы не знаем ее судьбу, она поставлена физически или только обещана. Поставлена нам американская, германская и голландцы нам, те самые Нидерланды, нам свою батарею обещали, уже показали ее. Зеленский на iPhone уже сфотографировался. Приехала, она и работает, мы не знаем. Вот. Но теперь уже Нидерланды вместе с нами, то есть не сама Украина, Нидерланды давят на Испанию на тему того, чтобы поставить, пожалуйста, свой Patriot нам. У Испании есть две системы Patriot. Одна из них находится, собственно, в Испании и защищает там какую-то часть испанского неба, не знаю какую. А вторая расположена в Турции по некой там ротации НАТО и так далее. Поэтому здесь понадобится разрешение двух стран. И самой Испании и Турции, которая отдаст эту систему нам сегодня. Нам такие системы нужны, потому что, как видите, россияне продолжают пытаться всеми силами убить как можно больше гражданских украинцев. С целью что? С целью принудить нас, как вы догадываетесь, к миру. Принудить нас к перемирию. Поэтому хорошо, что мы не одни в этой борьбе за коалицию Patriot, о которой вчера говорил президент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова